Ну, ни для кого не секрет, что все команды перед тем, как выйти на сцену, советуются со мной. Вот и эти подошли и спрашивают, на кого же нам делать пародию. Варианты были такие, Юлия Тимошенко, Стивен Хокинг и профессор Ксавьер из Людей Икс. На что я им ответила, ребята, не парьтесь, показывайте любую бурду. Ну шо ж, бурду, так бурду. Здравствуйте, дорогие друзья! На часах 9 утра и вы включили самый продвинутый телеканал Украины, телеканал Интер. И это передача «Вкусно» с Борисом Бурдой. Сегодня 30 мая, ровно 670 лет назад, известная военачальница француженка Жанна Д'Арк попала в плен к бургонцам, была осуждена как юридичка и сожжена на костре. Поэтому сегодня мы приготовим жареную корочку по-французски. Для начала мы возьмем молоденькую, горяченькую, пышную, горничную, смотреть видео до конца. Андрей, вы снова брали мой компьютер? Борис Оскарович, я извиняюсь, там поставщик не приехал, продуктив нема. Ну потяните какое-то время, я что-то придумаю. Что? Значит потянуть время. Вот у вас получится 100%, я в магазин. А мы благодарим бесшумные микроволновые печи женщина. Бесшумные микроволновые печи женщина. Попробуй мне только пикнуть. Борис Оскарович, короче, в магазине переучет, продуктив нема, выкручивайтесь. Ну что ж, на прошлой передаче мы готовили гуляш по-украински. Сегодня мы будем его разогревать. Борис Оскарович, я извиняюсь, я доим гуляш, простите. Ну что ж, сегодня мы будем мыть посуду. Для начала возьмем кастрюлю с плиты, кстати, с кухонной. А мы в свою очередь благодарим Житомирский завод гранитных плит. Ты всю жизнь стояла над плитой, теперь пусть плита стоит над тобой. Нам звоночек в студию, да-да, мы слушаем вас. Борис, здравствуйте. Я недавно приготовил по вашему рецепту рыбу-фугу и угостил ею тещу. Внимание, вопрос. Кто в черном ящике? Смешно, смешно. Но вынимательный зритель заметил, что это был Александр Друзь. И это он еще не пил. Ну что ж, шкурочки нету, я вижу, наша передача зашла в тупик. Давячи 23-й раз перечитывал Шерлока Холмса, который в схватке с профессором Ариарти упал с Рейхенбахского водопада и разбился. Поэтому в следующей передаче мы приготовим лепешку по-английски. Нашел! Нашел курочку! Вот курочка, надо теки трошки подождать, Борис Оскар. Эх, Андрей, если бы я не был членом элитарного клуба, что, где, когда, я бы вам сказал, «Слышишь, ты, чмошник, ты мне, гнида, всю передачу испортил, а так я скажу просто, Андрей, вы уволены». Я думаю, что пора всем командам появиться на сцене, потому что у нас беспрецедентная ситуация у всех команд по 4 балла. Будет батл! Этот батл мы играли один раз в самом первом сезоне. Еще пару раз мы его готовили, но тогда до батла не дошло. Итак, играем подвесной батл. Значит, от каждой команды для ее освоения потребуется один игрок для этой конструкции, который не боится высоты и способен ориентироваться в пространстве, в экстремальной ситуации. Кроме этого, понадобится вся команда. Кто начнет, скажите, ребят? Давай мы разогрите горяченький. А, вы разогрите. Да, давайте. Но тогда я думаю, что остальным нужно куда-то отойти в сторону, пока будут вешать парня, вернее, подвешивать парня. Команда смотрит в зал. На экране появляется название мультфильма, игрок его запоминает, название исчезает с экрана. Я даю знак, команда поворачивается к игроку. Игрок жестами показывает название, команда угадывает. Самое главное, не просто показать и угадать, а смешно показать и смешно угадать. Готовы? Не. Ну, это понятно. Ну, давайте поаплодируем первым. Команда «Наш формат». Готовы. Команда смотрит в зал. Игрок должен повернуться к экрану. Чувствую себя державником. На одном месте рухаюсь. Подожди. Оп. А, вот для чего этот человек. Понял. Готовы? Команда, повертайтеся. Давайте. Ух, хорош. Здоров. Здоров. Три слова. Перше. Хтось комусь изміняй. Не. Раз. Видерну волосок. Эпиляция. Не. Братан, це прическа робить з тобою зло. Я тобі говорю. А, ми дебіли, да? Хорошо. Поехали. Так. Все, все, все. Настроїсь. Тебе назови. Хорошо. Все, два. Да, да, да. Оп. Аааа. Молодец. Аааа. Заклядання. Бабушка Яга. А, ти биатлоніст. Ти в биатлон так іграєш. Ладно. Гарри Поттер. Не? Гарри. Гарри. Гарри і філософський камінь. Это, ну, просто ви так. Гарри, слуга народа. А ти пам'ниш названня? Тільки чесно. Не, неважно названня. Це Ліга смеха. Да, ти мені перезванюєш. Да, алё. Да. Чарівник Смарагдового міста. Не, отгадували ви смішно. І показував він смішно. Ну, просто, якщо б хоча б одно попадання було. Що? Больно. Напустите його. Не, не, я готовий. Готовий? Да, в мене телефон. Ви бувате? Женя, в камінці просто шалашче жете. Тут нормально. Следующими буде команда «Пошло, поехало». Висит Андрей. Отгадывает Юрий. Вообще я рассчитывал на наклонную комнату. Ну, ладно. Ну, шо там? Поднимай мне. Поднимай. О-о-о-о-о-о. О-о-о! Извиняюсь. Интересно, Андрей, ты сможешь сам повернуть? О-о-о-о! Да, давайте название. А я не знаю такой мультик, ребят. Ты знаешь этот мультик? А-а-а-а-а! Ощущение, конечно. Я думаю, что он человек... Я уже представляю заголовок Лиги Смеха выпуска. Сокомандник Юры повесился на Лиге Смеха. Не грайся в Киселева. Так, короче, шо мы... Это сильно. Короче. Окей, Юрчик, поворачивайся. Поворачивайся, братан. Значит... Два человека. Пошло, поехало. Давай, дай. Два. Пап 50. А, два слова. Супер, поехали. Два слова. Два. Это Зеленский так показывает. Шо ты копируешь? Оля, нужна твоя помощь! Братан, я заморился. Давай, бегом сюда, сюда, сюда. Та быстренько, Пурвезер, напополам! Ай, хорошо. Ой, хорошо. Ой, спасибо. Все, давай, дай. Ой, какой кошмар. Два слова, два слова. Сказка из двух... Это сказка. Два плюс один. Два. Ты. Второй. Не шевелится. Не, все-таки. Решетка. Янукович, не... Скажу второе слово. Второе слово объясняю. А, давай. Второе слово. Секс. Роспуск Верховной Рады. Что? Андрюша, мне кажется, если я буду тянуть, ты потянешь потом с детьми. Я, да. В общем, второе слово ты понял. Да. Секс. Братан, золотая антилопа. Ты знал такой мультик? Конечно же знал. А че я не знал? Я ж тебе сказала. Я, правильно. Ты золотая антилопа? А что, не видно? Оплески, шампани, тапану. Опускайте его. Пожалуйста. А че они обидно? На арене. Команда, отдыхаем вместе. Вась, ты готов? Готов. Красавчик. Ты избранный. Да. Нео. Все, команда не смотрит. Пожалуйста, давайте нам название мультика. Лихо с Миху. О, боже мой. Очень просто, Вась. Ну, ты один. Одно слово. Ты один. Два, три. Начали. Ты украл палку у гаичника и убегаешь на лошади. Баба, баба. Полякова, Полякова. Баба. И дед. Вась, скинь мяч. Один, два, три. Ты нас гипнотизируешь, чи шо? Полякова, 26-100 жовня. Ты, ты вырвал у... Кашевой, когда узнал, что стал ведущим, да? А, ты вырвал у лошади хребет. Хорошо, все. Ты красивая баба. Ткач, ткач. Ткач. Облако. Че на бане видно? Кухар, кухар. 04. Номер телефона. Баба 04. Звони бабе 04. Аэрохоккей. Восемь. Эй, иди сюда. Последняя серия сериала «Школа». Али-баба. И 40 разбойники. Где интересно, Александр? Как вы догадались по последнему жесту Василия? Спасибо, Вася, молодец. Это первая команда, напомню, которая отгадала название мультфильма. И главное, что выбор ли самого маленького, да? Лишь бы рубашку не порвать, новая, капец. Ну тогда поворачивайся к экрану, давай. Тихо, укачаю, подожди. Ну все, поворачивайтесь, парни. Поехали. Ого. Ты миледи. Игра престола, восьмой сезон. А, это мультики, мультики делаем. Свинка Пепа, последний сезон. Дорога шутом, шутом. Опа, а ну, а ну. Angry Birds. Подожди, ты утепляешь вікна на высоте, да, в Киеве, типа? Ты Карлсон, который живет на сладком. Так, хорошо, ты крутишь педали. Крутишь педали, а тебе это не помогает. Ничего не скажите, мне 40 килограмма три сейчас кинуть, буду нормально. Ты утром и дашь в спортзал, а вечером и съешь шашлык. Тише, тише, тише. О, тише, смотри, смотри, смотри. Тише. Давай, давай, давай. Давай, давай, смотри. Бом. 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 Мужчина, иди с детской качельки, пожалуйста. 40 минус, ну, делай что-то, делай что-то, Вадим. Водитель троллейбуса поправляй рога. Короче, все. Собрались. Дымся внимательно. Ты бежишь. Ты на коне, ты на коне. Бухай на батуте. Два слова. Два слова. Нет, два человека. В ТОБИИ сейчас? Два человека. Двум людям сейчас неудобно. Ты намекаешь на то, что ци стринги разделили твою жизнь напополам? Это два человека. Внимание. Женщины? Кто ездит на велику, блин. А, Мари Боббинс, нет? Слуга на велике. Почтальон Печкин. Олег Ляшко, кто? Кто улыбается? Ой, хорошая. Олег Ляшко. Пойдет. Хорошо. Это два человека? Ты едешь на скотиняки. Подкручиваешь хвостом. Так, давай, 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 показывай, Олешко. Боже, какой ты стройный у нас, Вадим. Смотри, как на каблучку. Раз, два, раз, два. Раз, два. Это что? Ну, это что? Это «Ести на ночь» называть. Короче, красивая людина. Как? Не ты. Короче, это не Олег Ляшко. Так. Красивая людина, и Олег Ляшко. Олег Ляшко. Красавица и чудовище. Да! Да! Ваши аплодисменты всем командам, которые участвовали в подвесном баттле. Я считаю, что было очень смешно по вашей реакции. Естественно, это было все понятно. Лаборатория профессора Черкасова. 2 сентября 2019 года. За день до того, как Шуфутинский перевернет календарь. Ну что, сколько? 7 секунд. Эх, все-таки придется вам покупать баллон с воздухом. Профессор Черкасов, исследователь морского дна. Считает, что ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Андрюшенька, а что вы хромаете? Что у вас с ногой? А, это я на гальку наступил. В смысле, на камешек? В смысле, на жинку, каже, разводитесь будем, зараза. Андрей, подчиненный профессора Черкасова. До сих пор думает, что Иванушки Интернешнл – это авиакомпания. Честь имела. Вы, Головченко, Николай Михайлович и Фролов. Николай Иванович? Нет. Отлично. Именно вы нам и нужны. Извини, а вы кто? Я главнокомандующий в ПМС. ПМС. Подводно-морские силы. Итак, слушайте сюда. Регулярно в Бермудском треугольнике стали пропадать наши корабли. Вы должны разгадать тайну Бермудского треугольника и вернуть корабли на базу. А почему мы? У вас родственники есть? Нет. Недвижимость? Нет. Девственность? Нет. Вот, вам нечего терять. Странно надеяться на вас. Удачи, парни. Раз, два. Я королева, но отстань пение. Так, Андрюшенька. Нам надо собрать как можно больше информации. Надо поднять архивы. Поднять все энциклопедии и все книги. Зачем, профессор? Давайте включим телевизор, там сейчас на каждом другом канале про цей Бермудский треугольник. Почему учебные палочки для суши ничему не учат? Почему любительскую колбасу делает профессионал? Кто заплетает косички сыру сулгольник? На какие еще вопросы человечеству никогда не найти ответ? В эфире передача «Мистическая мистика». Любому музыкально или, может быть, равнобедренно. О каком именно треугольнике сегодня пойдет речь? Майами, Бермудские острова, Пуэрто-Рико. Так мог бы выглядеть идеальный тур Оли Поляковой, если бы в этой зоне не расположился Бермудский треугольник. Море проклятых, обреченная территория, обитель дьявола. Как бы ни называли железный порт, но это ничто по сравнению с этой мистической зоной. Подводный батискав. Погружение в Бермудский треугольник. Андрюшенька, вы взяли маски? Конечно. Вот. На случай погружения. Вот. На случай утренника. И вот. А это? А это на всякий случай. Профессор, это что же глубина 4000 метров? Но тут же такое давление, а стекло не тресное? Как может треснуть стекло, на которое выделили аж 400 миллионов? Согласен. Тем более, мы же прыгать на нем не будем, да? До столкновения с дном осталось. Три, два, один. Профессор, мы походу на дни. Дивиться. Затонувший крейсер, вертолет, самолет, космолот. Не удивлен. Они сейчас везде. Итак, скорее исследовать морское дно. Давайте. Давайте. Алло, дорогой, дорогой, где я? Я на танцах со звездами. Что ты хочешь? Попьешь пиво с креветками? Ах, ну передай им привет. Ну что, Патрик, завтра 8. Ты кто? Алло, алло, ты кто такая? Я Акласур. Акласур, русалка наоборот. А вы кто? Что здесь делаете? Мы исследователи морского дна. Мы должны разгадать тайну Бермудского треугольника. Так, пацаны, а что это вы исследователи, а я рыбу играю? Ой, ну потому что в тебе дуже погана память. Это неправда? Да? А что ты скажешь на це? Тубленка, варенка, пентюм, четверка. Пейджер, телефоны тут. Позри на пленке. Эй, йо, йо! А? Йо! Шо ты скажешь на це? Это было давно. Хотите, я прямо щас вам тут рэп зачитаю? А давай! Вы ненормальные? Какой рэп? Мы на дне океана, а не на дне независимости. Вообще-то, я Оля Полякова, и мне вообще пофиг, на каком дне выступать. Так, слушай, Акласур, сюда. Или ты нам сейчас рассказываешь тайну Бермудского треугольника, или мы из тебя уху сделаем. Да! Або холодец! Ладно, расскажу. Но для этого ты должен меня поцеловать. Да не вопрос. Не здесь. Не здесь. Оля, не нагли? Да в смысле? За кораллами. Пойдем, я покажу. Андрюшенька, аккуратно, у нее во рту могут быть крючки. О боже! Наконец-то! Наконец-то! Я нормальный человек, а не королева дна. Так, я не понял. А мне что делать? Метать икру и бегать. Профессор, я ничего не понял. Андрюшенька, я все понял. На самом деле, Бермудский треугольник – это какой-то разводняк. Друзья, и в конце оголошение. Бермудский треугольник оголошает набор на программу защиту губернаторов. Программа защиту губернаторов встегнет залегти на дно. Для вас выступали. Пошло! Поехала! Пошлепала! Пошло! Поехала! Пошлепала! Первая театральная премьера от команды «Пошло! Поехало!». Оля, объявляй! Театральный конкурс. А театр начинается с вешалки. Поэтому, Оля, тебе слово. Ну, раз мне доверили. Мне, ребята, доверили найти звезду для конкурса театрального. Это было непросто. Короче, нет повести печальнее на свете, чем пацанам найти нормальную Джульетту. Итак, Джульетта и мне составит пару. Дай угадаю. Походу, Ира Сапонару. Ну что ж, давай скорее уединимся. Нас виновал. Или, быть может, в парк. Давай, устами мы соединимся. Сними, Вуаль. Не понял. Марк? Оль, я не пойму. Ты среди женщин не могла найти звезду? Я дико извиняюсь. Но только я лишь согласился за еду. Ты что, серьезно? Оль, для Марка не нашлась хотя бы тыща? Нет, нет, мне этого не надо. Мне больше интересна пища. Ромео. Любимый мой Ромео, сгораю от любви, словно Жанна Дарк. Не понял, что за хрень? Очень приятно, Марк. Юрец, ты почему Джульетту вдруг решил играть? Ну как, все сходится. Ведь ты Ромео, тебя не любят мой отец и мать. И дядь Валера, и его зять. Так, пацаны, я извиняюсь, а жрать мне скоро будут подавать. Ну что ж, Ромео, выбирай Джульетту. Да, таких красавиц не видал даже в мечтах. Ну тут элементарно, я выбираю ту, что на ногах. Алло, Ромео, но ведь я твоя судьба. Что сделать, чтобы убедился? Джульетта, ты в пролете, четыре года я с тобой возился. Ах так? Так, чтоб ты не выбрал ту, что слева, купила яду нам. Юрец, я задолбался пить с тобой рэба. А я бы выпил. Давай, Ромео, не томи. Трави меня, трави. Закрой свой рот. Разлучница. Шаболда. Выдра. Фу ты страшная, не знаю, что еще сказать. Может, мне все это не идет? Может, мне не следовало это надевать? Оля, я не могу понять. Ты не могла найти нормальную звезду, чтоб не было такого вот исхода? Эх, остался я один. Все в партию прошли. Туда, в слугу народа. Слушай, так бери обоих. Бери ее, бери меня. Теперь мы твой гарем. Я не Джульетта, я Джамиля. А Юра, наша Зульфия. Ты не Ромео, а Рамиль. Джахаб, Абдулджабар, Асхаб. Замарк, ты что несешь? Я просто на арабском попросил люля-кебаб. Ты задолбал, ну что за бред? Ты что такой голодный? На самом деле нет. Эти вот ингредиенты я из блюда вынимаю. Их я из... Ну, ребята, в общем... Вы поняли, да, меня? Тебя сейчас зал не понимает. Давайте разрешим, пусть Марк читает. Ведь картошечка в неволе. Я беру охапку пюре и в мундир ее одеваю и к семье отправлю в поле. Я брынзу зажигалкой поджигаю и через вымяк корове отправляю. Я куриц-гриль спасаю пантенолом. И куриное яйцо назад. Спасибо, Марк. Печальнее истории на свете нет, чем выбирать среди таких Джульетт. И разве история у нас на новый лад? Пусть тот, кто это заварил и выпьет яд. Шекспир перевернулся бы в гробу, узнав, что исковеркали мы столько идеалов. Теперь не двум, а трём семейством не избежать скандалов. Монтекки, Капулети, Куцевалов. Спасибо! Пошло-поехало и Марк Куцевалов, прозрачный гонщик. Когда двое друзей закохаются в одну и ту самую девчину, их дружба может остановиться под загрозой. Отож, ситуация живая. Песня народная, костюмы наполовину. Песня народная, Нечьяка, месячна, зоря наясная, видно, хоть голки сбирай. Выйди, коханая, працею з морена, а ты пока погуляй. Сядем у купонцей тут під калиною и над панами я пан. Звісно, він пан, він забрав мою пенсию. Я поделил пополам. Хочу гуляти до рання з тобою, я граю же гучніше кобзарь. Можемо в трех прогуляти з брущаткою. Ну, ты Андрюша и тварь. Кристина! 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 Ну, что? О, Боже! О, мою! Ты шо таке? Ой, я Кристина. Ми з вами ж вчора у клубі познайомились. Це ж ви мені пісню співаєте. Що ж я за друг такий бачу, як серце рвеш, хай вона буде твоєй. Я ще знайду когось, а ти цілуй її. ну, 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 и гнида, Андрей. Ну, а что тобі я зимой ты не вивезеш поруч? Красунчик є цей. Згідно с тобой, он еще вчера сподобался Мушу зизнатись, я гей Братан Вален Погнали Погнали, ты что, гоню? Алло? Пап, ну что там, мой рейндж-ровер уже сделали? Ну, наконец-то, а то я уже задовбалась И ездите на твоем мерси Ти ж, моя серденько, моя кохана Сонечко світле моє Губу закатай мені, джип цей потрібніший В тебе колеса вже є Ти що, дома? Я вже хочу спати Прочитай мені книжку Ще буквально одну хвилинку, і я прийду, добре? О, валим точно, тепер, братан, валим Що відбувається, що ви цікаєте Як розуміти все це? Вибач, голубонько, вибач, кохана Я ми не потянем прицеп Стоп, стоп, стоп! Ви що? Ви подумали, що це мій син? Та це ж мій менший брат! Ти ж моя рибонько, ти ангел в небесах світ Тише ясеніше зорі Щоби твоєї ноги і твого колеса Не було більше в дворі Що, знов вдвоєм лишились? Як обычно Ніч яка місячна, зоряна, ясная Дружбу міцну не зламай Кого тепер обіймач і на руках носи? В тебе і я пам'ятай Дякуем! Пошло, поехало! И, собственно, помощница Кристина. Абсолютно верно. Я конкретно завалила свою команду, конкретно я. Дура просто, не умеющая считать, я вас прошу. К сожалению, это всегда больно признавать. Покидает Лигу Смеха. Команда пошло, поехало. Изи-изи в Лиге Смеха Есть сюрпризы, всякое бывает. Тренер балл неправильно считает. Изи-изи слить команду и унизить, так не сделал даже Блох. Наш тренер смог, наш тренер смог! Я считаю, что наша команда вылетела несправедливо. Юра, ты как считаешь? Хорошо. В смысле? Ну, в отличие от Полякова, я хорошо считаю. Ну, так-то да, в отличие от тебя лучше разбираюсь. Да, то объясни мне, пожалуйста, формулу Штайнмайера. Ой, Андрей, это не математика, это политика. Серьезно? Стишок политический. Давай. Вышел Киева на крыльцо! Рот закрой свой. Я адекватный? Ты понимаешь, что за такие шутки может прилететь? У меня и так только синяки зажили. Юрец, у меня тетка с дядьком, алкаши, по пьяни выиграли в лото забаву. Вот это я понимаю, синяки зажили. Синяки зажили. Что за чушь? Побойся Бога. Юр, я атеист. Врешь. Да вот тебе плюс. Пошло-поехало. С Богом. Друзья, друзья, вы знаете, сейчас одна и та самая новина на разных телеканалах трактуется по-розному. Отож, посмотрим. Укрзалізниця планует запустить 35 додатковых пассажирских поездов на период новорічних та різдвяных свят. Укрзалізниця планует додати 35 пассажирских поездов на период новорічних та різдвяных свят. Чтобы украинцы без проблем могли вершить до Европы завдяки безвизу Петра Олексійовича Порошенка. 35 поездов с бандеровцами начинают опасные манёвры территории Украины, тем самым провоцируя мирных жителей Российской Федерации. Кто за этим стоит, если не Америка? 35 лет в Тернополе в парке Шевченко из асфальта торчит дрит. Куда смотрится Влада? Друзья, друзья, а сейчас давайте уявим, как бы в литературных персонажах был Инстаграм. Что, Интерсити? Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, всем привет! Вот на днях заказал себе топор из Китая, о нём было очень много положительных отзывов. И, как видите, в руке он держится ну просто идеально. Завтра попробую на деле и расскажу вам свои ощущения. Дорогие друзья, совсем недавно Национальный банк Украины презентовал новую купюру номиналом в 1000 гривен. Но мало кто видел, как эта презентация смотрелась на самом деле. Гривня 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Мы презентуем вам 10-ту тысячную купюру. Цей уникальный продукт был разработан профессионалами за поддержку инфляции. Вона стала большую, легшую. И, на отличие от последних версий, в ней теперь не один, не два, а три нули. Что такое новая тысяча гривен? Комуналка за серпень, 30 литров пального, 100 квитков на концерт Гаррика Бірча, або ж один квиток на концерт Олі Поляковой на балкон. Как и для предыдущих версий, будут доступны несколько вариантов чехлов для обычных пользователей, а для категории пользователей постарше. И, главное, стоит новая тысячная купюра. Всего-навсего 39 долларов 99 центов. Стоять придбать за такой приятной ценой. Дякую. Юрчик, чуешь, а ты чем плануешь після Лиги Смеха заниматись? Ну, как и все, пойду в политику. Яка политика, Юр? Там и без тебе ручных людей хватает. И вообще, ты знаешь, что там творится? Что? Слушай. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Орган государственный в Украине есть. Голос в батькевщину ОПЗЖЕС. Подальше отсадили, чтобы шел процесс. Чтобы депутатом стать, жертвовали всем. Кто-то был ведущий, кто-то был спортсмен. И актера Юзика отпустил квартал. Не только для законов, чтоб билеты продавал. Вроде много трудятся, работают лет на пять. И в турборежиме нужно стресс снимать. Вот Богдан Еременко путану заказал. Зарплату он учителя за классику отдал. Захотели слуг проверить на детектор лжи. Вопросы о коррупции узнать, кто нагрешил. Патчем уже партии другие не пройдут. И без полиграфа всем понятно, что крадут. Кнопку нажимать теперь лишь можно за себя. Карточка соседа пропадает зря. Неприкосновенности близится конец. Недаром собирались на неделю в Трусковец. Друзья, ну и в конце. Оль, ты знаешь, на самом деле мы не обижаемся. Хотели бы тебе сказать огромное спасибо за этот крутой сезон. Примет нас. Небольшой презент. Андрюха, давай цветы. Ты дурак? Шо? Куда две розы? Братан, ты нам все равно считать не умею, я тебе брошу. Шучу, шучу. Пошло, поехало. Спасибо. Пошло, поехало. Николаев Тернополь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ